29 регионов из 46 не поддержали легализацию бэби-боксов. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Боярский. Перед заседанием клуба сторонников партии «Единая Россия», где обсуждался этот вопрос, Сергей Боярский лично посетил Третью Люберецкую районную больницу, осмотрел установленный в ней бэби-бокс и узнал о практике его использования. Она открывает это окно и кладёт, ну мы положили куклу туда, специально для вас, и помещает до ребёнка. Там находятся датчики движения. Депутату Государственной думы Сергею Боярскому рассказывают о механизме бэби-бокса. В Люберецкой районной больнице номер 3 для приёма подкидышей создали все условия. Сигнал о том, что внутри находится ребёнок, моментально получают дежурные врачи. Круглосуточно дежурят две медицинские сестры в дневное время, в ночное время две медицинские сестры и плюс два дежурных доктора здесь. После медицинского осмотра данные новонайденам отправляются в полицию, прокуратуру и в органы опеки. Всё по закону, хочется сказать. Только вот законодательно существование бэби-боксов в России как раз и не урегулировано. А число споров между их сторонниками и противниками растёт. Естественно, не в каждом родильном доме, не в каждой детской больнице нужно устанавливать бэби-боксы. Он может быть один на весь регион, предположим, или максимум два. Дискуссия, которая прошла в 46 регионах страны, продолжилась на заседании клуба сторонников партии «Единая Россия». Там подвели итоги проделанной работы, согласно которым 17 регионов высказываются однозначно за легализацию бэби-боксов. Остальные либо воздерживаются от мнений, либо выступают против. Аргумент «за» — это потенциальное спасение человеческой жизни. Всё-таки спасение даже одного ребёнка оправдывает установку одного конкретного бэби-бокса. Аргументы против. Основной из них — это провокация к оставлению ребёнка. Результаты этой широкой дискуссии будут учтены при подготовке соответствующего законопроекта Государственной Думы, который, очевидно, необходим. Кроме того, во фракцию «Единая Россия» решено выдвинуть предложение наделить регионы полномочиями самостоятельно решать, делать ли бэби-боксы законными. В Подмосковье, считает депутат Оксана Пушкина, такая практика нужна. В Подмосковье огромное количество мигрантов, и мы реально не можем воспитывать этих мам, которые к нам приезжают из различных регионов. А они по разным причинам, религиозным, я не знаю каким, не могут оставить этого ребёнка легально и отказаться от него. С момента появления в Люберецкой больнице в 2013 году бэби-бокса путёвку в жизнь получили 33 ребёнка. Всего усыновили 4 подкидыша, 19 попали в семьи под опеку. Шесть новорождённых передано в дом ребёнка, а один малыш возвращён обратно в семью. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ